Здравствуйте, уважаемые слушатели марксистского кружка! Я хочу вас приветствовать с тем, что мы возобновляем свои занятия, закончились каникулы, ну и имеет смысл, конечно, снова возродить наши занятия и поговорить о том, что представляет собой марксизм, в том числе и в современном виде. И начать я хотел бы очередное занятие с того, что год назад на Кубе в Гаване произошла 22-я встреча коммунистических и рабочих партий, которое, значит, известно, это как бы совещание в рамках солиднет, как называют, то есть практически подавляющее большинство существующих коммунистических и рабочих партий в мире участвуют в этих совещаниях, в той мере, в которой для них это возможно. Естественно, участвовали и наши российские коммунистические и рабочие партии в этом совещании, в том числе коммунистическая партия Российской Федерации, рабочая партия России, ну и российская коммунистическая рабочая партия. Я хочу вам предложить внимание, вот остановить на каком вопросе, что одним из главных коренных вопросов на этом совещании было отношение к той войне, которая происходит сейчас между Украиной и Российской Федерацией. Одним из главных вопросов, причем отношение к этой войне неоднозначно у коммунистических и рабочих партий, оно оказалось предметом мощных, ну не мощных, а сильных столкновений. И получилось так, что к единому мнению прийти не удалось и было принято два резолюции по этому вопросу, два заявления. И с одной из сторон, то есть с позиции КПРФ и Российской Коммунистической Партии, я хочу вас ознакомить в этом вопросе. Выступил по этому вопросу первый секретарь ЦК Российской Коммунистической Рабочей Партии Маленцов Степан Сергеевич. И назвал он свое выступление грозящая пята фашизма и задачи коммунистов. Я передам его выступление с некоторыми сокращениями, конечно, но главную суть я постараюсь до вас донести. Итак, Степан Сергеевич сказал следующее. Причиной войны является борьба крупнейших империалистических хищников во главе с Соединенными Штатами за мировую гегемонию в условиях обостряющегося общего кризиса капитализма. Экономические интересы американской империалистической буржуазии как основы войны ярко проявились в санкционной борьбе не только против российских конкурентов, но и в подавлении экономического потенциала своих европейских союзников, прежде всего Германии, через газовую войну, а также в диверсии против северных потоков и в пользу открытия пути для сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Объектом агрессии является буржуазная Россия, а средством реализации, тараном натовского империализма выступает Украина и ее нацистский фашистский режим. Украинский фашизм, являющийся порождением политики американских наставников, это настоящий живой фашизм, сам себя признающий фашизмом наследником пособников Гитлера, Бандера и Шухевича. Украинское государство сегодня, это государство, творящее чудовищное массовое преступление, убийство и издевательство над людьми. Украинская буржуазия деградировала до прославления пособников Гитлера, до поддержки изуверов и садистов из вооруженных сил Украины и националистических организаций до нацизма. Все это происходит сегодня при полной военной, экономической и политической поддержке самых реакционных кругов американской и европейской финансовой буржуазии. В центре Европы вновь оказались в роли гнойного нарыва фашизма уже в 21 веке. Подтвердилась научно обоснованная, опирающаяся на определение коминтерна оценка агрессивной внешней политики Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, как объективно являющаяся фашистской, реанимирующей и поддерживающей фашистские силы, продолжающей цепочку расправ с суверенными государствами, такими как Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Донбасс. Сегодня на территории Украины войну с Россией и Донбассом ведут более 50 стран под управлением и по команде Соединенных Штатов. Налицо классический реакционный бандитский империалистический союз стран НАТО, сколачивание в стаю их ближайших союзников в антироссийском блоке, сложение их экономической, политической и военной мощи. Вероятно, российские власти этот вариант недооценили или даже их спровоцировали, уважаемые западные партнеры, как они спровоцировали агрессию Ирака против Кувейта. Для народа Донбасса эта война является однозначно справедливой, длящейся уже девятый год. Она также справедлива для большей части народа Украины, что подтвердило голосование людей за вхождение в Россию на освобожденных от нацистов территориях, несмотря на опасность для жизни, тяготы войны, месть и преследование украинского нацистского режима. Российский, гораздо более слабый, находящийся в стадии становления империализм, борется за свое место в рыночном мире, за право самим распоряжаться и эксплуатировать энергетические и другие ресурсы страны. В то же самое время в российской буржуазной нации все еще остается значительное количество элементов и сил, сохраняющих добрую память о советском периоде жизни и допускающих возможность возрождения социализма. Ненависть к фашизму и нацизму во многом объясняет одобрение большинством народа освободительной миссии специальной военной операции на Украине в настоящее время. Российская буржуазия не может не считаться с такими настроениями. В силу наличия советского военного наследства Россия сегодня является единственной страной, способной противостоять хищной своре империалистов во главе с Соединенными Штатами. В случае поражения России, повторения ею судьбы Югославии, Ирака, Ливии, железная пята современной фашистской диктатуры установится не только на Украине, но и во многих странах мира. В этой связи борьба вооруженных сил России по подавлению фашизма на Украине является вынужденно оборонительной и справедливой. При этом необходимо отличать объективную справедливость народной антифашистской борьбы от мотивов российского буржуазного режима. Мы приветствуем любые проявления стремления жителей Украины к освобождению от нацистской диктатуры Киева, признаем прогрессивное значение итогов народных референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей по их вхождению в состав России. В некоторой степени союзниками РФ является КНР и ряд стран, таких как Белоруссия, Сирия, КНР, не входящих в НАТО, в силу своей собственной конкурентной борьбы против экономического господства Соединенных Штатов. Война еще раз показала, что причиной, позволившей стравить бывшие братские народы в кровопролитной схватке, является свершившаяся в СССР контрреволюция и установившаяся на Украине и в России капитализм. То есть это главная причина, почему схватились братские народы в кровопролитной войне. Вина контрреволюции в СССР и российского капитализма от Ельцина до Путина сегодня несомненно, сказал Степан Сергеевич. Продолжается так называемая декоммунизация со стороны Путина, использующего в оправдании своих провалов в политике возложение вины за создавшееся положение на большевиков и Ленина. Наблюдается тенденция закручивания гаек на производстве, урезания политических свобод, усиления реакции. Целый ряд военных провалов с оставлением занятых территорий и людей на расправу нацистам. Постоянное стремление договориться по-хорошему с империалистами и фашистами показали классовое родство партнеров, гнилую сущность российских властей. Эту войну Соединенные Штаты и их союзники будут разжигать как можно дольше, подбрасывая в очаг дрова для поддержания огня. Этот бизнес на крови, лекарства от кризиса, миллиардные заказы и соответствующие доходы – это дележ будущего мира капиталов. Обеими воюющими сторонами все больше используется институт наемников. НАТО шлет своих головорезов на помощь бандеровцам, а в РФ выдвигаются предложения, кроме ЧВК, использовать еще иностранные легионы, дать возможность искупить вину заключенным из тюрем, разрешить наим в вооруженные силы по контракту иностранных граждан и прочее. Все чаще от воюющих сторон звучат предложения воспользоваться хотя бы тактическим ядерным оружием. Украинская сторона ведет обстрелы атомной электростанции, угроза ядерного конфликта явно возрастает. Перспектива разрастания войны до гораздо больших масштабов вплоть до мировой становится все реальнее. При этом продолжается торговля и поставка со стороны РФ энергоносителей и стратегического сырья фактически своим врагам из лагеря НАТО. Уже обсуждается вопрос создания газового хаба в Турции, в стране члене НАТО, голосующей в ООН с осуждением России и поставляющей оружие на Украину. Это еще раз подтверждает империалистический по существу характер войны. Задача коммунистических партий – работать на развитие революционного движения пролетариата в конкретных исторических условиях, разъяснять трудящимся политику классов наций-государств. Российская Коммунистическая Рабочая Партия и другие коммунистические партии не устают повторять. Война – неизбежный спутник капитализма. Избавиться от войн человечества может только на пути прогрессивных революционных преобразований. Однако на этом невызывающем возражении месте единство взглядов порой заканчивается, и дальше в оценках текущих событий начинаются серьезные расхождения, которые мы считаем необходимо зафиксировать и рассмотреть. Так ряд уважаемых и заслуженных партий в своем анализе ошибочно исходят из того, что современные условия практически идентичны событиям Первой мировой войны 1914-1916 годов. Они считают, что империалистические хищники в лице Российской Федерации, стран ЕС и блока НАТО во главе с Соединенными Штатами борются между собой просто за передел сфер влияния, контроль путей транспортировки и прочее. Поэтому трудящимся, мол, не следует выбирать, за интересы какого именно империалиста им сражаться и умирать. Украину и ее народ данные товарищи, опирающиеся на догматически понимаемый марксизм, представляют в виде боксерской груши, которую бьют империалисты со всех сторон. Отсюда у них следует вывод, надо немедленно остановить войну и вывести все войска с Украины. Товарищи организуют демонстрации, ходят к посольствам со своими требованиями, но война продолжается. Позиция этих нетвойнистов на деле сводится к возложению равной ответственности на все воюющие стороны и тем самым осуществляется увод от ответственности главного агрессора Соединенных Штатов Америки. А призыв остановить войну равносилен предложению прекратить бить фашистов. Что будет с восставшими шахтерами и трактористами Донбасса в случае вывода российских войск товарищей или не очень интересует, или они сами не верят в свои призывы. А ведь то, что произошло с людьми на Украине после того, как из некоторых ранее освобожденных от нацистов районов ушла российская армия, уже известно аресты, расправы и казни. Есть группа партий и антиимпериалистических движений, которые рассматривают Россию и Китай как антиимпериалистические силы. Они правильно оценивают основную опасность, исходящую от своры хищников, лицената и Соединенных Штатов на свой антиимпериализм они сводят к антиамериканизму. Видят в буржуазной России и в современном Китае прогрессивное, даже социалистическое начало. Это, конечно, заблуждение. РФ и КНР являются сдерживающим фактором американской агрессии. Но в борьбе за социализм это далеко не участники. Империализм в Российской Федерации еще весьма слаб. Находится в стадии становления. И Соединенные Штаты, и Европейский Союз делают все возможное для подавления своего конкурента и открытия пути к мировой гегемонии. Используют инициированные и поддержанные ими откровенно фашистские нацистские силы. Украинскому режиму, где героизируются воевавшие на стороне фашистской Германии бандеровцы, сносятся советские памятники. Удалось, по сути, натравить украинскую нацию на российскую и столкнуть два некогда братских народа. Мы много раз отмечали, что эта война со стороны Российской Федерации хоть и ведется буржуазным государством, но имеет оборонительный характер защиты от империалистической политики реакционного союза западных держав и содержит положительную составляющую. Российское государство, выражая интересы и стремления российской буржуазии распоряжаться природными ресурсами и эксплуатировать рабочую силу, одновременно вынуждено считаться с передовыми настроениями в значительной части российского общества. Российские трудящиеся с сочувствием относятся к украинцам, оказавшимся под террористической диктатурой и тотальной нацистской пропагандой. Таким образом, российское буржуазное государство, отстаивая интересы своего капитала, вынуждено подавлять фашизм и помогать национально-освободительной борьбе на Украине. Поэтому марксисты считают, что главная задача мирового пронитриата сейчас не дать международному империализму и его сателлитам нанести поражение буржуазной России. Повтор России, судьбы Ирака и Ливии не в интересах рабочего класса. Российская коммунистическая рабочая партия считает необходимым способствовать специальной военной операции в части мероприятий и действий, направленных на поражение украинских фашистов. Коренное отличие сегодняшней ситуации от 1914 года состоит в том, что тогда не было такого мощного фашистского ядра. Сегодня оно есть. Железная пята фашизма нависла над миром. В отличие от 1914 года, сегодня оппортунист – это не столько тот, кто, жертвуя классовыми интересами, присягает своему империалистическому отечеству. Аппортунизм сегодня тот, кто своей политической близорукости переходит на сторону нетвойнизма, уклоняется от войны с фашизмом и тем самым приближает его возможный триумф, а следовательно и приговор для всех трудящихся классов. Буржуазное государство ведет войну теми методами, теми инструментами, которые есть в его распоряжении, в силу исторически обусловленного способа производства. Российская Федерация, не Советский Союз, некомпетентность, воровство, продажность на всех уровнях – неизбежное следствие капиталистического устройства общества. Все эти издержки в конечном счете ложатся на плечи трудящихся и негативно отражаются на фронте. Это уже сейчас обостряет недовольство граждан самой России, так называемым руководством страны, побуждает задуматься и осознать истинные причины и своего неблагополучия, и самого факта войны, как естественного продолжения капиталистического бытия. От временной поддержки, действию буржуазного государства по подавлению фашизма, перейти к союзу со всеми прогрессивными элементами и слоями общества против буржуазии в борьбе за социализм – так вызревает революционная ситуация. В то же время, трудящиеся ЛДНР, а также граждане других областей Украины, находящие в себе силы и бесстрашие противодействовать нацистам, творящим в стране беспредел, и угрожающим расправой этим мужественным людям – это уже закаленные бойцы, многие из которых могут в недалеком будущем встать вместе с российскими трудящимися в единые ряды отрядов армии пролетариата. Дальнейшее освобождение трудящихся Украины от гнета изверств нацистских преступников, то есть освобождение других территорий, расширяет круг потенциальных сторонников социалистической идеи. И все это будет заставлять разбуженные, взявши в свои руки оружие пролетариат, идти дальше. Коммунисты должны всячески помогать этому процессу. Мы выступаем за перерастание войны империалистической со стороны крупной буржуазии, национально-освободительной и антифашистской со стороны пролетарских слоев в войну за социализм. Вот таким призывом закончил свое выступление Сергей Степанович Маленцов. Ну, доведя до вашего сведения мнение Центрального комитета Российской фронтической рабочей партии, я бы хотел еще до вас довести заявление на основе обсуждения вот этих вопросов войны, которые ведет международный империализм во главе Соединенных Штатами против, ну, будем говорить, Российской Федерации, и войну, которую ведет Российская Федерация против фашизма, значит, нужно сказать о том, что вот по результатам обсуждения этого вопроса было принято заявление участников этой 22-й международной встречи, которая состоялась в октябре прошлого года, как я уже сказал, в конце октября 28-29-го, и назвали это заявление участников, вернее, прежде чем назвать, это заявление было внесено по инициативе, или даже не по инициативе, а внесено именно Российской коммунистической рабочей партией и Коммунистической партией Российской Федерации, то есть две партии стали инициаторами внесения этого заявления, вот, и назвали они это заявление так, борьба с империализмом Соединенных Штатов Америки и НАТО, рвущимися к мировой гегемонии, важнейшая задача прогрессивных сил. Вот такое заявление. Оно небольшое, я вам сейчас его полностью оглашу. В заявлении сказано, на глазах народов мира происходит стремительное обострение общего кризиса капитализма. Не справляясь с нарастающими противоречиями, империализм становится все опаснее для человечества, он все чаще прибегает к крупным провокациям и конфликтам. Его действия угрожают новой мировой войной и использованием атомного оружия. Практически война, как вооруженная борьба классов, наций или государств, ведется с 2014 года, когда началась карательная операция киевских нацистов против населения Донбасса. Людей убивали за то, что они хотели говорить на родном русском языке, отказывались признать героями пособников гитлеровских фашистов, не соглашались рушить советские памятники и не желали рвать связи с Россией. Сегодня более 50 стран-хищников, организуемых и направляемых НАТО во главе с Соединенными Штатами, руками украинских последователей, союзников Гитлера, бандеровцев, осуществляют политику фашистской экспансии в отношении России. Объединенные политические, финансовые, экономические, военные ресурсы мирового капитала, включая их людские возможности в лице наемников, брошены на подавление и расследение России. Решается характерная для крупного капитала задача устранения конкурента и передела сфер влияния, прежде всего в Европе. Преследуется цель установления мировой гегемонии империализма Соединенных Штатов в 21 веке при активном и явном использовании фашизма. Коммунистические рабочие партии солидарны со справедливой антифашистской борьбой трудового народа Донбасса, поддержанной вооруженными силами России. Мы выступаем против империализма Соединенных Штатов, использующего фашистские методы во внешней политике, который при прямом участии стран НАТО фактически ведет войну на поражение России руками марионеточного буржуазно-националистического украинского режима. Мы заявляем, что сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения России, судьбы Югославии, Ирака или Ливии, что в конце противоположно интересам, мирового рабочего движения. Реакция стремится установить свой новый порядок жестко и надолго. России нельзя проиграть эту войну с нацизмом. Мы заявляем свой категорический протест в политике фашизма, антисоветизма и русофобии во всех странах ЕС и НАТО. Протестуем против развязанной Соединенными Штатами и НАТО агрессии против России руками нацистов Украины. Выражаем свою решительную солидарность с коммунистами и всеми трудящимися Украиной и Россией. Высказываем свою решительную готовность твердо и наступательно бороться с возрождающейся коричневой чумой. Позиция коммунистов неизменна. Покончить с фашизмом и угрозой ядерной мировой войны навсегда можно лишь покончив с капитализмом. Этой борьбе мы посвятим всю свою деятельность и своей жизни. Продетарии всех стран, соединяйтесь. Вот такое заявление, внесенное РКРП и КПРФ. было подписано, кроме двух инициаторов, еще 34 коммунистическими и рабочими партиями и организациями. В том числе и РПР, естественно, подписалось под этим заявлением. Ну и целый ряд, не буду их перечислять. Кому интересно, можете в интернете посмотреть. Это заявление есть на сайте РКРП. Вот у меня все, пожалуйста. Какие возникли вопросы? Ну, автор у нас нет, поэтому будем вопросы задавать вам. Вы уже не обидитесь. Ну, я если смогу, постараюсь ответить, конечно. Вопрос, собственно, простой. Статья, собственно, подводит к тому, что на Украине столкнулся империализм американский, европейский и российские становления, скажем так, как написано в статье. Если война начиналась в 2014 году как народно-освободительная, то вот сейчас, в 2023 году, там уже и американские танки, немецкие, английские, а с нашей стороны и российские. Сейчас идет речь о том, что не корейские будут ездить. Вопрос, а когда же это все перерастет в империалистическую войну? Когда это можно было позвать, что война уже стала империалистической? Война, нет, она уже империалистическая, потому что империализм, вот кучка империалистов, давайте вспомним работу Владимира Ильича «Империализм как высшая стадия капитализма». Он там говорил, что кучка империалистических держав на стадии империализма будет всегда бороться за то, чтобы получать максимальные прибыли за счет ограбления всего остального мира. И вот это и есть продолжение политики империализма. Потому что Российская Федерация, которая обладает такими ресурсами, на территории которой живет всего 5% населения мира, а ресурсы мировые на ее территории, это свыше 20% мировых ресурсов. В том числе есть очень уникальные вещи, допустим, тот же «Титан», который у нас производится, то есть это 95% «Титана» производится в нашей стране, на Урале, всего мирового. И то есть все самолеты, вся техника военная, «Титаном», который пользуется, это все российский «Титан». И что самое страшное в этой войне, что наши империалисты продолжают поставлять «Титан», несмотря на уже второй год продолжающийся войну. В этом нет ничего уникального. Те же штаты в Германии активно торговали, даже во время Второй мировой войны были, а при первой. И продолжая, и не только «Титан», да. Я просто говорю, когда мы, то есть почему война в Сирии не считалась империалистической? А какой она была? Оно захватническое. Захватническое. Рабочую силу и под свой контроль государства, и рынок, расширить свой рынок. И также борется, вот эта грузка империалистов, вот эта в лице Соединенных Штатов и НАТО, борется вот сейчас за то, чтобы и Россию также сделать сырьевым придатком. И избежать кризиса, который сейчас фактически-то империализм в кризисе находится. В кризисной ситуации. В 1991 году они успешно преодолели кризис, развалив Советский Союз. Теперь им надо развалить Российскую Федерацию. Тоже преодолеется кризис. Все очень просто. Все очень просто. А поскольку сами американцы не любят своими людьми воевать, имея уже опыт Вьетнама, Кореи и так далее, большие потери, они вот нашли, вырастили фашизм на Украине, и их руками пытаются решить свои проблемы, добиться, взять под свой контроль ресурсы Российской Федерации, и рынок тоже. Вот свой контроль. Поверьте, империалистическая война, это все-таки война между империалистами, между собой. Да, да, да. А не война с колониями, которые они захватывают. Так. Какая-нибудь там, даже неославие, которые взяли и разбивают. Ну, так а захватнические войны, они тоже империалистические. Они тоже империалистические. Если империалист захватывает какие-то территории государства. Империалистическая война. Это не между глумя, как бы, группировкой империалистов, как Первая мировая война была. То есть, две группировки были тогда. А сейчас, именно одна группировка империалистов расширяет свое влияние, пытаясь расширить свое, ну, как бы, глобализировать свое влияние. То есть, руководить всем миром, со всего мира, получать прибыль тем, кто возглавляет эту группировку. Вот так я понимаю это дело. Еще есть вопросики? Тогда еще последний момент. Вот автор опять же сказал, что американскому фашизму может противостоять только Россия. Значит, нет, ну, в той войне, в той войне, которая сейчас ведется, чтобы, ну, как бы, вести ее успешно или на равных, то такое вооружение, которое способно противостоять, вооружение, которое поставляет НАТО и Соединенные Штаты в Украине для ведения войны, это единственное государство, которое обладает таким, Россия, которое может успешно противостоять. Вы считаете, что Китай не способен до сих пор? Китай? Ну, Китай, вообще-то, не участвует в этой войне пока что. Ну, и, нет, у них все-таки так, я считаю, ну, я, может, ошибаюсь, я, конечно, не знаю там, что представляет себя вооруженные силы Китая, но я думаю, что они менее, значит, способны также активно противостоять, хотя, может быть, и, может, почти равняются, может, вооруженным силам, ну, по численности они даже превосходят, а вот по численности, а вот по тому, каким они обладают вооружением и техникой, ну, я не уверен, что они превосходят вооруженные силы Российской Федерации, не уверен, но тут я, боюсь, не обладаю такими данными, чтобы оценивать реально соотношение, или как бы сравнивать вооруженные силы Китая и Российской Федерации, но у Российской Федерации имеется мощное оружие, в том числе и ядерное, не только обычное вооружение. Субтитры создавал DimaTorzok